Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWave, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. До сих пор вы знакомились, скажем так, с образцами, с нашим стендом чисто внешне. Сейчас же мы хотим для вас провести серию интервью с главным конструктором управления подвижного состава, Зайцевым Андреем Дмитриевичем. Сегодня будет обзорная такая, даже не экскурсия, а обзорный рассказ. В ближайшие же дни ждите подробного рассказа с необходимыми цифрами со всей той информацией, которую мы можем уже с вами обсудить. Добрый день, Андрей Дмитриевич. Добрый день. Ну, наконец-то можно сообщить, наверное, все же какие-то подробности, которые сочтете нужным. И в двух словах, предваряя то, о чем я только что сделал анонс, что мы привезли на выставку «Инотранс-2016» в Берлин. Ну да, вот схлынул утренний наплыв, когда было вообще не протолкнуться на выставке. Это очень радостно. Сейчас обеденное время. Радостно то, что схлынул, радостно то, что не протолкнуться. Радостно, что такой эффект от нашего присутствия здесь, да, и такой интерес проявляется к нам. То есть... Хуже всего когда-то никому не нужен. Я согласен. Да, то есть по сравнению с соседними стендами у нас тут аншлаг, можно не побоить этого слова. Сейчас обед, вот появилась возможность хоть на свой стенд зайти. Итак, что мы привезли? Это пять экспонатов, которые нам удалось установить в рамках вот такой небольшой достаточно площади. Первый, самый главный, самый ожидаемый – это юнибайк. Это легкое транспортное средство. В данной конфигурации предназначено для перевозки двух человек. Мы показываем вариант установки переднего кресла без педального узла. Это просто для отдыха, скажем. Вот как раз сейчас Виктор открыл, видно. Да. И у второго пассажира установлен велогенератор. То есть устройство предназначено для выработки электроэнергии и отдачи ее транспортному средству. С помощью вращения педалей. Следующий экспонат – это уже… Да, мне тоже кажется, вы уже пошли в глубокие детали, мы так все не успеем. У нас еще успеют успеть за две минуты, пока не прибежали следующие посетители. Здесь выставлен мотор-колесо юнибайка, чтобы показать, собственно, за счет чего он приводится в движение. Мы видим корпус двигателя, соединенное с колесом и тормозную систему, то есть диск и суппорт. Это… Колесо вот это именно, оно катится по рельсу, если я правильно понимаю. Да. И корпус выполнен таким образом, что он сам устанавливается на шасси, то есть ему не нужны дополнительные какие-то крепежные элементы. Следующий экспонат – это юнибус, это городское транспортное средство в данной конфигурации для перевозки 14 пассажиров. Сразу хочу такой вопросик небольшой. Люди спрашивают, так что в основном будут люди ехать стоя? В данной конфигурации – да. У нас два пассажира места для сидящих и 12 человек могут стоять. Но это… Допустимо ли это всеми нормами? Или там есть ручки, за что держаться и так далее? Конечно, все поручни установлены в соответствии с нормами международными и нашими отечественными. То есть на безопасность это никак не повлияет. Но мы понимаем, что далеко ехать стоя сложно, но поскольку это для городской системы, и учитывая скорости нашего перемещения, мы считаем, что люди уставать не будут. Скажем так, но при этом, если нужны версии сидячие, или чтобы было просто больше сидячих мест, нет проблем. Пассажиров вместимость 14 человек, мы можем варьировать, разбивая на нужное количество сидячих мест. Можно тут это самое устроить как в купе полки и сделать штук 12, наверное, лежачих даже. Несколько ярусов. Можно, можно все. Следующий экспонат – это модель городской транспортной системы, по которой перемещаются две действующие модели юнибусов, подвесной и навесной, показывающие, каким образом будут перемещаться транспортные средства на своем пути. Ну, потом вернемся к ней позже. И последнее... В смысле, подробно мы рассмотрим в одном из ближайших репортаж. Потому что там много людей пришло, вам нужно идти работать. И пятый, последний экспонат на данной выставке. То есть здесь имеется в виду три, четыре, две эти модели, да? Или, вы сказали, пять. Или третий – это две модели и макет путевой структуры. У нас был унибайк, у нас мотор-колесо от унибайка, у нас юнибус, у нас модель транспортной системы. И пятый экспонат – это охранный модуль, который мы предлагаем потребителю в составе интеллектуального ограждения. Это очень интересная тема, поэтому к ней надо обязательно вернуться подробнее. Пока лишь могу сказать, что это устройство предназначено для мониторинга и защиты каких-то объектов, которые необходимо защитить. Да, изображение в рамках выставки мы вывели на экран с целью иллюстрации происходящего процесса. То есть я понимаю, что здесь разбирается система охраны, или это просто какое-то дерево прибило, ветром его можно не опасаться, или это живое существо, правильно? Конечно. Ну, более подробно давайте попозже. Уже снова пошли люди. Андрей Дмитриевич, итак, спасибо вам огромное. Отпускаем вас на то, чтобы плодотворно трудиться на благо SkyWay всех сотрудников и партнеров. Пока же давайте вместе призовем всех, кто нас видит, подписываться на наш канал YouTube, следить за обновлением новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsv.com. Короче говоря, будьте в нормальной компании, с хорошими, грамотными людьми, и успех не заставит себя долго ждать. Строй SkyWay! Спасай планету! Спасибо! Спасибо вам!